В 30 раз больше нормы такой слой снега пришлось расчищать накануне городским службам. Залповый снегопад – стихия для любого города, тем более для субтропического Сочи. Тем не менее, с самого утра были вычищены все подходы и подъезды к социальным объектам – школам, детсадам и поликлиникам. Все они работали в штатном режиме. Справились со своей задачей и службы жизнеобеспечения города. Критических сбоев газа, вода и электроснабжений не было. К слову, норматив уборки снега – 6 часов, и это исключительно для равнины, и то после снегопада. В Сочи работы начались сразу. Эту задачу город, по оценке экспертов, выполнил на 5. Тем не менее, на периферии высокогорных районах работы продолжаются. При этом к территориям общего пользования, тротуарам, дворам, автобусным остановкам, за которые несут ответственность подрядные организации, много нареканий. По всей видимости, выигрывая торги и думая только о прибыли, они оказываются не в состоянии выполнить обещанную работу и убрать веренную территорию. Сколько метров вы на Красноармейске убрали? В глаза главному архитектору. Сколько метров вы убрали? Сколько метров вы убрали? Неправда. Обе стороны убрали мы лично. Вы вообще там не были? Глаза на сугробы закрыли многие бизнесмены. Не расчистили проходы к своим торговым точкам. Объекты бизнеса просто полностью самоустранились. Хочу вам напомнить, что в Краснодаре, в других территориях, в случае такой ситуации, мы просто к ней не привыкли. Все объекты бизнеса выходят и перед своими территориями зачищаются. У нас все объекты бизнеса почему-то этого не делают. Вот кто-то должен прийти и перед ними почистить тротуар. На исправление ситуации были брошены дополнительные силы. Всего на улицах Центрального и Хостинского районов вчера работали более 1300 волонтеров. А вот подрядной организации ждет серьезная проверка. Решить же проблему уборки улиц в целом предлагается за счет создания муниципального предприятия «Чистой Сочи». Переформатировать эту работу, чтобы они были нашим МБУ, которая была бы вооружена техникой, людьми, чтобы в любой момент могли спросить. Вот то, что сейчас происходит, это просто издевательство над администрацией города, над людьми. Затронули на совещании и давние проблемы. Проведенный мониторинг показал наличие строительного мусора у контейнерных площадок. Некоторые сочинцы, делая ремонт или строя дома из желания сэкономить, просто сбрасывают мешки нарабатки. Однако в тариф для жителей заложены только бытовые отходы. А для вывоза строительного мусора нужно обращаться в специализированные организации. Нарушители будут выявлять и штрафовать. Помочь в этом могут сами сочинцы. По всем фактам сброса строительного мусора надо обращаться к директору Департамента городского хозяйства по телефону 8-918-377-64-65. Также на курорте продолжится мониторинг цен на сельскохозяйственных ярмарках. Именно они призваны сдерживать рост цен и быть достойной альтернативой рынкам. Их в городе 4. Они работают исключительно с пятницы по воскресенье и должны соблюдать установленные региональным комитетом цены. Что касается других площадок, которые действуют под видом ярмарки «Привоз», там обязаны соблюдать все нормы и требования, предъявляемые к рынкам. Это касается наличия лабораторий, санитарных правил и других норм. Этот вопрос глава Сочи взял под личный контроль. Галина Моисеева, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.